Саш, ну вот мне кажется, нам снова нужно немного пройтись. Почему? Потому что в нашей другой студии ожидает уже гостя. Я предлагаю даже более того поговорить вновь о благотворительности, потому что... Продолжим эту тему. Продолжим тему, потому что эта тема свойственна человеку русской души. И как хорошо, что таких людей у нас каждым днём на самом деле становится всё больше и больше. Но о том, что же удаётся, например, этим благотворительным организациям, я думаю, более подробно расскажет Елена Александровна Аксёнова, руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство». Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Елена Александровна, ну давайте поговорим о том, что вчера был очень такой важный для нас всех праздник. Это сквер Екатерина II отметил своё трёхлетие. Я знаю, что вы как раз-таки к этому имеете очень даже прямое отношение, потому что без вообще «Русского единства», без «Белого цветка», наверное, сегодня этого памятника бы до сих пор не было. Ну я благодарю всех, кто участвовал в его возрождении, в его восстановлении. Это действительно такая работа множества людей. Всем вместе мы можем сделать всё. Да, я помню, как мы все вместе скидывались на этот памятник для того, чтобы он наконец-то у нас появился. Мне нужно сказать, что сегодня, наверное, это главная достопримечательность Симферополя, одна из, потому что он выглядит совершенно по-европейски, современно и очень стильно. И вот, пожалуй, действительно, капельку в историю вы вложили. Мы надеемся, что ещё будет много появляться в Симферополе таких объектов, которые будут соответствовать и гармонировать с одним памятником. Время вперёд. Елена Александровна, ну вот буквально у каждого человека в Крыму на слуху слово «белый цветок». Эта традиция, мы знаем, ещё с 19 века идёт, от царской семьи. Не могли бы Вы немножко подробнее рассказывать для тех, кто не в теме, что же это такое за белый цветок? Это традиция с начала 20 века. Её привезла императорская семья из Европы. Тогда эпидемия туберкулёза, чахотка он тогда назывался, туберкулёз, свирепствовала. И поэтому помогали людям, как могли. И собирали деньги, в том числе и в Европе, и в том числе с кружками ходили. Потому что это такая была прямо эпидемия. Царская семья привезла этот праздник в Ливадзе. И впервые он произошёл в Ливадзе, на набережной. Поделки создавались, ярмарочные ряды. То есть, в принципе, всё, что пытаются все эти годы повторить последователи этого праздника. Я присоединилась к нему вот пять лет назад, и мы попытались сделать его республиканским. Днём милосердия и благотворительности. Я думаю, что это очень хорошо, что уже очень многие знают. И когда говорят «белый цветок», все понимают примерно, о чём идёт речь. И благодаря, опять же, крымчанам, гостям нашего полуострова, мы решаем множество проблем. Уже много лет на средства, собранные на «белый цветок», дети со спровождающими, с родителями, получают возможность путешествовать к месту своего лечения. То есть, это оплата самолётов, авиарейс. Вы знаете, что у нас авиа только сообщение. Пока. Пока, да. Но всё равно, знаете, когда ребёнок болен, то я думаю, что так и будет авиа сообщение. На поезде, конечно, на Армении было бы удобно, конечно. Да, поэтому благодаря всем нам, опять же, мы все вместе решаем такую очень важную проблему. Потому что некоторым деткам надо три раза в год слетать. Слетать вдвоём, втроём. Иногда звонят, согласовывают. А можно вот мы возьмём ещё донору, там вот летит с нами донор по пересадке. То есть, ну, огромную помощь мы оказываем всем вместе, вот этим семьям, оказавшимся в трудной ситуации. А в этом году, вот мы рассмотрели такой вопрос, и хотим пытаться собрать средства ещё больше, чтобы половину из них можно было пожертвовать на строительство детского первого крымского хосписа. Потому что в Крыму будет создаваться крымский хоспис детский. Там будет перинатальная помощь оказываться, да? Палеотивная. Ой, палеотивная. Да, да. Палеотивная, да. Поэтому мы рассчитываем в этом году, что тоже активно будут принимать крымчане участие. И я думаю, что мы сможем решить и эту большую проблему. А как можно вот присоединиться, вот вы сказали, крымчане могут принимать участие, да? Вот как можно к этому присоединиться? Когда ещё будут проходить такие акции? Сейчас мы начали подготовку. Традиционно проходит у нас республиканский день в последнюю субботу сентября. Это будет в этом году, 28 сентября. Республиканский праздник будет проходить в Алуште. Но регионально, в школах, в муниципалитетах, в сёлах, люди на местах проводят аналогичные мероприятия. И иногда они собирают на своих каких-то случаях. Знаете, там в ДТП попал ребёнок, в прошлом году была такая ситуация. То есть все хотят понимать, кому они помогают. И это правильно. Понимаете, потому что, когда это в общем, кому-то в целом, это как-то так размыто всё. Всегда приятно видеть конкретный результат своего труда. Поэтому вот в конце сентября это всё мероприятие будет проходить. И приглашаем в Алушту, приглашаем. Узнавайте, что проходит в ваших муниципалитетах. Потому что по всем муниципалитетам стараются в большей или меньшей степени проводить это мероприятие. Многие школы его проводят. Скажите, а где можно об этом узнать? Может, какие-то есть социальные сети или сайт специальный? В социальных сетях есть группы просто. Но сейчас, с сентября месяца, мы начнём уже информировать население, когда, где, что, чего. Я думаю, что будет слышно. Мы со своей стороны, как СМИ, сделаем всё, чтобы рассказывать о ваших благих делах. Ваш канал всегда помогает. Я думаю, что и без вашего канала мы бы тоже не справились. Спасибо большое. Мы всё вместе делаем общее дело. Ну, а вот как ещё крымчане, например, могут присоединиться в том, чтобы оказать какую-то такую помощь? Может быть, материальную? А ведь не всегда нужна материальная помощь. Конечно, не всегда. Вот иногда нужна какая-то другая физическая, духовная. Вот как ещё, например, могут быть? Они знают, что это не лечится. Семья остаётся в таком вакууме. Они замкнуты внутри себя. И они просто даже общаясь, выходя в мир, на улицу, это для них уже помощь. Когда на них обращают внимание, когда их приглашают на какие-то мероприятия. Но это же может любой делать человек. Они общаются, конечно, в основном между собой. Потому что это очень тяжело. Ну, общаться с таким ребёнком, с такой семьёй, имея здоровых своих детей. То есть какая-то есть у нас преграда. Ну, и это понятно, она естественна. Поэтому, кто хочет, тот идёт способ. И это несложно. Вы знаете, я думаю, что в очередной раз мы подтверждаем, что наш девиз Крыма, республики, он не просто так. Процветание в единстве. Ведь всем вместе, объединившись, мы можем творить настоящие чудеса. Да, я полностью поддерживаю тебя, Саша. Действительно, хочется, чтобы как можно больше крымчан, они объединились, они помогали. Как можно больше они думали друг о друге. Да. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Елена Александровна Аксёнова, руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство». Спасибо вам. Мы двигаемся далее. Крым онлайн. То, о чём говорит крымский сегмент интернета.